И сегодня у нас тема детские игрушки. Посмотрите, какие замечательные порцелановые куклы, очень красочные, содержательные книги. Вот игрушки разные. Еще я вам что-то покажу. Это все куплено в социальном магазине за сравнительно недорогие деньги. И очень все качественно, так же, как в обыкновенном магазине. Потому что бывает так, что книги, они вообще некоторые даже не раскрыты, они вообще новые, не потрепанные, абсолютно новые книги. Бывает, дарят ребенку книги, она ему неинтересна, и потом они ее приносят в такие вот магазины социальные. И можно купить, допустим, вот такую книгу, она может стоить 6, 7, 8, 9 евро. Можно купить за 80 центов, за 1 евро, в крайнем случае 1,50 евро. Вот книги, правда, совсем новые. Вот это с диском, и он даже не распечатан. Вот все закрыто. Поэтому, как говорится, зачем платить дорого, когда можно купить задешево. И тоже сравнительно такие непотрепанные книжки, очень даже в хорошем состоянии. Вот эта серия очень юниор, познавательная, интересная. Они очень красочные, очень хорошие книжки. Вот еще вот такая. Это я все подбираю для мальчика. Такие сказки «Аладдин». Ну вот это, не знаю, может быть интересно, может нет. Но, во всяком случае, за такую цену не жалко. Сейчас покажу вам, какие игрушки. Вот это все почти тут самолеты, вертолеты. Это все металл. На самом деле, они очень дорогие, но можно сказать, что вот это вот все, вот это все я купила за 2 евро. И здесь такие самолеты, они металлические. Они многие ездят. Вот этот вот швейцарский самолет, он раскручивается. Здесь вот такая, моторчик есть, он ездит. Они все металлические, все тяжелые. Вот вертолеты, вот такие тоже металлические. Вот такой вертолет металлический. И ребенок играет, он смотрит, что есть и от полицаев вот такой вертолет. Есть вот такой вот фоевик вертолет. Есть аддакт. Не знаю, может я неправильно произношу. Вот челленджеры американские. Все они металлические, все качественные. Вот люфт Ханзо. Тоже, ну, в общем, все замечательно. Даже мне нравится. Еще я такую мисочку в придачу. Что еще хочу показать? Еще, ой, ну, мне прямо там, можно сказать, что все даром дали. Вот такой вот целый кулек. Вот такой целый кулек. Там тоже металлические машинки хорошие. Опять же, самолеты тоже железные. Вот это вот все тоже дали за 2 евро. Некоторые уже игрушки у меня забрали. Идут по делу. Я очень рада. Эти игрушки я тоже, конечно, все отдам своему внуку. Он просто не хочет задавать все сразу, потому что это неинтересно. А так по одной, по две штучки он берет, играет и забирает с собой. Вот и очень он любит всякие трамваи, поезда. Это один из некоторых. У него уже, наверное, штук семь. Это самый маленький. Есть очень большие паровозики. И всякие такие интересные игрушки. Многое отчего у меня уже забрали. У них был огромный трактор. Может быть, я покажу в следующий раз. И что я хочу сказать еще раз. Да, вот насчет этих кукол порселановых. Вот эти все 4 куклы у меня отдали за 4 евро. Эти куколки, здесь я им стирала. Платьица, которая снимается. У них, вот у этой, например, она может и сидеть. У нее ручки двигаются. Голова у нее двигается. Ну, это пока мне останется, потому что мой внук не играет куклами. А слава богу. Вот эта вот куколка, у нее глазки стеклянные. У нее, но у нее только вот так вот она может сидеть. И вот эта парочка тоже очень замечательная, красивая. Сейчас я вам покажу поближе их. Какие они умиленные сидят. В общем, очень довольные. Вот, посмотрите. Классные. Мне самой нравится. Хотя у меня в детстве было очень много кукол. Не было порцелановое. Советское. Она была даже не порцелановая, а, наверное, фаянсовая. Потому что я помню, что у нее все лицо было потресканное. Была, кстати, самая моя любимая. Мне подарили ее, когда мне был год. И она очень долго у меня была. И мои дети даже игрались. А сейчас я вам покажу шедевр, что тоже не всегда бывает. Даже в таких магазинах это очень редко. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Ой. Ой. Попала. Ну ладно. Вот такой корабль. Огромный. Правда, я его не той стороной поставила. Вот так, наверное, будет красивее. Все самолеты разбежались. Вот так я вам сейчас покажу его полностью. Вот такой пиратский корабль. Посмотрите, какой он огромный. Мы хотели уже покупать. Он стоит в Амазоне почти 80 евро. Даже, по-моему, он поменьше был. И тут вот в таком вот магазине недорогом я увидела этот пиратский корабль. Конечно, я его взяла, потому что тут, во-первых, он больше, чем тот, что мы хотели купить. И здесь самих пиратов намного больше. Вот, я не знаю, сколько здесь. Раз, два, три, четыре, пять лежит, шесть, семь, восемь, девять, десять пиратов. Вот такие скелеты. Тут два скелета. Пушки стреляют. А вот это... Ой, чуть не наступило. Вот эта пушка стреляет. Вот. Надо потом поднять. И вот эта пушка стреляет. Смотрите. Она стреляет прямо черепами. Вот. Тоже надо поднять. Пока кошки будут играть. И этот корабль обошелся мне, можно сказать, почти в четыре раза дешевле, чем мы хотели купить. Вот такой вот замечательный, красивый, большой, с кучей пиратов. А, еще CD-диск шел к нему тоже. А, и еще что. И еще как раз, когда я выбирала книги, я нашла вот такую вот книгу. После собирать пазлы как раз на пиратскую тему, морскую. Посмотрите. Прямо все-все в тему. И она новая, абсолютно. Я не знаю, может, ее пару раз открыли. И вот такой вот замечательный подарок. Потому что неизвестно еще, вот, когда покупаешь дорогие вещи, были такие у нас. Была такая практика, что мы покупали, и ребенок, может, поиграл неделю, и потом это все забросил. Здесь даже если ему не понравится, это не такие большие деньги. Можно даже кому-то передарить потом. В принципе, и дорогую вещь можно передарить. Но просто такую вещь, которая обошлась недорого, это не жалко. Что даже ребенку она стала неинтересной. Но я думаю, что этот корабль ему будет очень интересен. И даже если передарить, его тоже будет очень интересно. Еще здесь есть такой вот лук. Если я сейчас смогу открыть его. Да-да. Вот там вот сокровища. Пиратские. Тут вот даже взрослые, наверное, будут играть. Вот кошки тоже играют. Смотрите, они все пришли. Все собрались. Пустя. Он играет. Ну все. Пока. До свидания. До следующих встреч. Пока вот такая замечательная тема. Игрушки. Все красочно. Все очень красиво. И все недорого. Советую вам тоже пойти в такой магазин социальный. Вы получите большое удовольствие. Потому что там много интересных вещей, которых не бывает в обыкновенных магазинах. Там есть очень такие старые книги, сказки братьев Гримм и прочие-прочие интересные вещи. В общем, идите, смотрите. И может, вы что-то найдете для себя. Пока. Спасибо. Это�로 я, хорошо. Я ищу. Пусть записали. Ваша función. Смотрим. ... Смотрим. Смотрим. ну стена что ты пройдешь то как тебе корабль пусть посмотри сюда нет не твое это гости не повернись не понравился тебе корабли до а Продолжение следует...